У православных сибиряков сегодня двойной праздник – День Ильи Пророка и День Абалакской иконы Божьей Матери Знамени. Она самая почитаемая в Сибири. По традиции, заведенной еще в XVII веке, в селе Абалак состоялся крестный ход. Его возглавил митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий. Святыню верующие обнесли вокруг Абалакского монастыря. Множество паломников из разных концов страны специально приехали сюда, чтобы помолиться святой заступнице. Сегодня Ильин день. Потом, как говорится, воздушно-десантных войск, а у нас у меня несколько к этому причастен. Отец был десантник. Самому служить не пришлось мне в десантных войсках, просто с парашютом прыгал. Но как-то захотелось сегодня это отметить. Вот эта икона, она же такую благодать на душе приносит, в душу. Все это входит, это благодать. Это, ну вот это и есть чудо, вот эта благодать, она и есть чудо, она же не к каждому приходит. Я просто вот от счастья плакала, что вот я попала в этот храм, в этот монастырь. И молился, и слезы текут от радости, слезы стекли. И все так красиво, все так благостно, как душа просто пела и радовалась. Абалакская икона Божьей Матери была написана в 1637 году. Она почитается как чудотворно и дарует веру в исцеление. Ее считают покровительницей земли сибирской, которая помогает людям в трудную минуту. Будем прострадать Божьей Матерь, прибегать к ее причистому образу. И она, как милостивая Матерь всего рода христианского, дарит ли нам духовного прозрения, душевного исцеления и телесной крепости.